Всем привет! Сегодня мы поднимем с вами самую запрашиваемую тему на моем канале. Это упражнения для глаз. Эффективны ли они, стоит ли их делать, могут ли они замедлить прогрессирование близорукости, или все это миф и устаревшая информация. На самом деле, я думала, что эта тема уже давно исчерпала себя, что о ней не написал и не рассказал только ленивый, но оказалось, что у людей очень много вопросов. Об этом говорят в частых комментариях под моими видео, поэтому я тоже решила снять такое видео и помочь вам разобраться в этой теме. Я напомню, что я врач-офтальмолог, практикующий, поэтому думаю, что мне есть что сказать. Начнем с того, когда же это вообще все возникло. Когда же врачи-исследователи стали предлагать людям заниматься гимнастикой для глаз и обещать им, что при выполнении определенных упражнений их зрение улучшится, ну или, по крайней мере, не ухудшится. Ну, наверное, самый такой известный автор методики – это Бейтс. Не помню на самом деле, как его зовут, но эту фамилию, я думаю, слышали практически все. Он автор методики упражнений, которые основаны на напряжении и расслаблении глазных мышц и обещает он, что при выполнении этих упражнений зрение улучшится. При отсутствии очков, то есть зрение улучшится навсегда. Поэтому это было в прошлом столетии, и до сих пор многие этим занимаются, но не знаю ни одного человека, который бы достиг каких-то результатов даже при регулярном выполнении этих упражнений. Итак, что же Донал Бейтс и многие его предшественники, последователи, они основывались на убеждении, что причиной миопии, то есть близорукости, является слабость аккомодации. Что же такое аккомодация? Аккомодация — это способность оптической системы глаза фокусироваться на разноудаленных объектах, то есть на разных расстояниях. Ну, это у меня из головы такое определение, но если там пора гуглить, в Википедии, по-моему, там примерно то же самое. Но там не говорится о том, что в этом задействованы глазные мышцы, шесть глазодвигательных мышц, которые предлагают тренировать как раз-таки Бейтс и его последователи. Как я уже сказала, что у нас имеется шесть глазодвигательных мышц, и с помощью этих упражнений мы их как бы тренируем, напрягаем, расслабляем, но даже если мы их прям накачаем, прям будем очень-очень стараться, то, к сожалению, на зрении это никак не отразится. Вот так вот. Потому что в зрении, в аккомодации участвует целиарная мышца глаза. Она находится совершенно не там, где остальные мышцы. Но также доказано уже, что слабость вот этой аккомодации целиарной мышцы тоже не причина прогрессирования миопии, то есть близорукости. Соответственно, все эти упражнения нельзя рекомендовать как действенный способ улучшения зрения. Но при этом я не являюсь прям такой ялрой-противницей гимнастики для глаз. До сих пор многие врачи в своих выписках пишут в рекомендациях упражнения для глаз. Когда они эффективны и в чем они эффективны. С помощью них действительно можно снять напряжение с глаз, усталость. Это тоже очень немаловажно в наших современных реалиях. Если это не является основным методом лечения, то вполне имеет место быть, как я считаю. Также есть такое упражнение, очень популярное в детской офтальмологии особенно. Тоже, наверное, все о нем слышали. Это упражнение метка на стекле. В чем оно заключается? Вы вырезаете какой-либо тест-объект, но обычно это кружочек из цветной бумаги. Приклеиваете его на окошко. И ребенок, ну либо взрослый, смотрит сначала на этот объект, и потом вдаль, в бесконечности, в окно. И так постоянно чередуется то на этот объект, то в окно. Таким образом глаз то фокусируется, то расфокусируется. И как бы предполагалось, что мы таким образом тренируем аккомодацию, вот эту целиарную мышцу. Было бы все так замечательно и хорошо, если бы это было единственной главной и такой достоверной причиной ухудшения зрения. Вот эта слабость аккомодации. Но доказано, к сожалению, что это не так. Главной причиной близорукости и длиннозоркости и вообще плохого зрения является наследственность. Это первый самый главный фактор. Вторым фактором является нарушение гигиены зрения. Что же такое гигиена зрения? Это не то, что там вовремя умываться и так далее. Я хочу снять на эту тему отдельное видео, потому что она достаточно объемная и интересная. Есть какие-то новые современные данные, о которых я вам хочу тоже рассказать. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы видео на такую тему. Вкратце расскажу, что гигиена зрения это ограничение макаронного времени, это прогулки на преддневном свете и так далее. Много моментов. Гимнастика туда не входит. Также хочу сказать о таком наболевшем моменте. Это мнение о том, что если назначить коррекцию, то глаз разленится, то глаз не будет работать и зрение будет ухудшаться. Поэтому многие врачи, почему-то до сих пор, обычно это врачи старой закалки, стараются как можно дольше не назначать коррекцию очками, либо линзами, заставляя глаз работать. И обычно они как раз-таки назначают упражнения, какие-то капли абсолютно неэффективные. Говорят, приходите там через год, через два, посмотрим, не ухудшилось ли. И потом пациент приходит ко мне на прием, зрение там очень сильно снижено, там меньше 0,1, 10. Но они без очков. Я спрашиваю, почему? Почему вы не носите? Как вы так вообще живете? Они говорят, что когда-то какой-то врач им сказал, что очки ни в коем случае не надо надевать, потом вы их не снимете, ну и все будет плохо. Но на самом деле это огромный миф, заблуждение. Очки не вызывают привыкания. Да, вы, походив какое-то время в очках, и сняв их потом, ощутите разницу. Разница будет огромная, конечно. Но ухудшение зрения не связано с ношением очков. Как раз таки наоборот. Не ношение очков или линз, или недостаточная коррекция, ведут к ухудшению зрения. Потому что глаза постоянно находятся в напряжении. И, соответственно, это вызывает рост глазного яблока и ухудшение зрения. Еще одна такая боль офтальмологов, часто это детские офтальмологи этим грешат, это недокоррекция зрения. То есть назначаются очки, но меньше по диоптриям, чем положено. Ну, допустим, у ребенка минус 5. Ему назначаются очки минус 2. И потом ребенок этот приходит ко мне, читаем без очков, читаем в очках, и получается одно и то же. То есть видит одинаково, как в очках, так и без очков. И родители обычно жалуются, что ребенок не хочет носить такие очки. Правильно, зачем? Вопрос, зачем ребенку носить очки, в которых он и так не видит? То есть зрение в очках не лучше, ну, и это дополнительный какой-то не очень удобный объект на лице, поэтому, конечно же, они их снимают. Как бы логика таких назначений мне тоже непонятно. Поэтому я назначаю, ну, где нужно, полную коррекцию, и дети обычно прекрасно к ней привыкают и прекрасно носят. А последствия такой недокоррекции видим постоянно в виде амблиопии, то есть ленивого глаза. Глаз ребенка привыкает видеть плохо, точнее, даже не глаз, а мозг привыкает видеть плохо, и потом, даже при всем желании, мы его не заставим видеть хорошо. Это большая проблема, и амблиопию уже во взрослом возрасте не леченую трудно вылечить. Вот и все, что я вам хотела рассказать в этом видео. Надеюсь, я вас в чем-то убедила. Надеюсь, вам это было интересно и полезно, и познавательно, и немножко расслабляюще. Все-таки это канал АСМР. Такой получился симбиоз познавательной информации и расслабления. Поэтому жду ваших комментариев и до новых встреч в следующем видео про гигиену зрения. Пока-пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok